Реакция на снятие Техасом ковидных ограничений губернатором Грегом Эбботом и отменой ношения масок последовала от Байдена. И у кого-то, похоже, сдают нервы. Байден назвал решение губернатора Техаса неандертальским мышлением, фактически оскорбив Грега Эббота. Конечно же, теперь все могут реально оценить, что все эти ограничения были не больше, чем фикция, и реально имели под собой цель захватить власть и пилить экономику. Байден в среду 3 марта заявил, что самый радикальный отказ губернатора Техаса Грега Эббота от ограничений из-за коронавируса в любом штате США был большой ошибкой, что можно расценивать и как открытая угроза. По крайней мере, именно так расценили звонок Дональда Трампа губернатору Джорджии. Байден не в первый раз уже сталкивается с отказом штатов выполнять его необоснованной логикой решения, но подобного удара он еще не получал. Это решение ставит Техас в конфликт с Байденом, который призвал американцев продолжить принимать меры предосторожности в отношении COVID-19, в том числе носить маски до тех пор, пока вакцинация полностью не подавит вирус, чего, по словам Фаучи, никогда не произойдет. Губернатор Техаса сказал, что смог снять ограничения, потому что Техас, третий по численности населения штат США, сделал почти 5,7 миллиона прививок своим 20 миллионам жителей. По состоянию на вторник 35 штатов, также округ Колумбия и Пуэрто-Рико, по-прежнему требуют, чтобы жители носили маски на публике. Я думаю, что это большая ошибка. Послушайте, я надеюсь, что к настоящему времени все поняли, что эти маски имеют значение. Мы находимся на пороге того, чтобы в корне изменить природу этого заболевания благодаря способу, который мы смогли получить. Вакцины. Мы смогли продвинуть их до конца мая, чтобы их хватило на каждого американца, чтобы каждый взрослый американец получил прививку. И последнее, что нам нужно, это неандертальцы, думающие, что пока все в порядке, сними маску и забудь об этом. По состоянию на вчерашний день мы потеряли 511 874 американца. Мы потеряем еще тысячи. Этого не произойдет. Мы не будем вакцинировать всех до лета. У нас есть вакцины для этого. Но для вакцины требуется два укола. То есть потребуется время. И очень важно, критически важно, чтобы они следовали науке. Мойте руки горячей водой. Делайте это почаще. Наденьте маску и держитесь на расстоянии. Я думаю, что вы все знаете об этом. Но я бы хотел, чтобы некоторые из наших избранных должностных лиц знали об этом тоже.